Социальный кодекс с изменениями вступит в силу 1 июля. Сенаторы одобрили и внесли в него почти 500 поправок. Среди них увеличение размера государственных и специальных соцпособий для отдельных категорий граждан до 14,5%. Помощь государства впервые смогут получать не только заключенные с инвалидностью первой группы, которые отбывают наказание, но и люди, ухаживающие за ними. По данным сенатора Лизат Калтаевой, на сегодня 54 осужденных с ограниченными возможностями находятся в местах лишения свободы. Еще один блок поправок позволит обеспечить социальным страхованием индивидуальных помощников людей с инвалидностью первой группы. Обеспечение обязательным социальным и медицинским страхованием индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы, имеющим затруднения в передвижении. Данная норма позволит охватить обязательным социальным и медицинским страхованием порядка 30 тысяч индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы. В рамках социального кодекса предусматривается и возможность для вышедших на пенсию за выслугу лет. Они смогут изымать накопление из ЕНПФ на улучшение жилищных условий, оплату лечения и не только для себя, но и для близких родственников. Эта мера может коснуться 75 тысяч пенсионеров. Документы уже направили на подпись главе государства.